Вы могли бы себе представить, что где-то в центре подмосковного города может стоять огромная заброшенная гостиница, совершенно без всякой охраны. Внутри потрясающая атмосфера советского прошлого. Ощущение, что уже сейчас там можно заселяться, отдыхать. Вау, офигеть! Охренеть, какие люстры огромные! Ресторан, праздничный зал и номера отдыха. Как же так получилось, что все это оказалось заброшенным? Привет, друзья! Меня зовут Сергей, и ты на канале Русские тайны. И сегодня я расскажу о месте, которое меня поразило просто до глубины души. Я побывал в сотнях брошенных зданий в самых разных точках страны, но ничего близкого по красоте, масштабу и атмосфере я вспомнить, если честно, не могу. И пока я монтировал этот выпуск, санаторий успел сгореть. Точнее, часть его сгорела. В начале этого года там случился сильный пожар. Спецтехника долго не могла подъехать к стенам, и пожарным даже пришлось сносить забор, который окружал здание. В принципе, всего этого и следовало ожидать. Пансионат стоял в самом центре Пущино, и, конечно же, никакой охраны внутри не было. Достаточно быстро вандалы стали разграблять это место. Так получилось, что в пансионате я побывал незадолго до того, как место попало в широкий доступ, и я успел еще до того момента, когда его начали активно разграблять. То есть, ну, там было на что посмотреть. Так что у нас сегодня будет уникальная возможность увидеть последние кадры этого, ну, по-настоящему величинного санатория. Офигеть! Просто посмотрите на масштаб. Сколько тут заброшенных машин! Охренеть! Походу, все машины эти принадлежали санаторию, но вместе с санаторием были заброшены и данные машины. Волги, газельки, автобусы для перевозки гостей, судя по всему. Даже книжка по машине тут со всеми характеристиками оставлена. Ну, она, походу, вмазалась, что ли, газелька. Что тут вообще происходило, я не понимаю. Да, ну, слушайте, вообще, вот, идеально все сохранилось. При том, что тут, вон, разбито окно. Такое ощущение, что газелька вырезалась. Вот, кнопочки, вообще, все осталось. Все, что только было. Вообще, какие-то кнопки утащили. Ну, все по мелочи, все по мелочи. О, еще прям мягкие-мягкие сиденья. Как в детстве прям. Зачем стекла, правда, себя повыбивали, непонятно. Здесь, судя по всему, было хранилище шин. Не знаю, еще чего-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау, офигеть! Охренеть, какие люстры огромные! Вот это да, ребята! Невероятно! Масштаб, конечно, потрясающий. Здесь, скорее всего, была столовая. Здесь сцена, где выступали различные артисты, проводили праздники. Кстати говоря, в 81-м году Никита Михалков вот в этих стенах снимал фильм «Родня». И говорят, что вот на этом рояле играли актеры фильма. Но, возможно, все это лишь слухи. Обратите внимание, тут даже батареи золотые. Все должно быть луху, релакшери. Даже батареи. Слушайте, выглядит, конечно, мега круто. Такое ощущение, что зашел в гости какой-то мафии. Тут все такое, все в красном шелке, темное дерево. Тут крутящийся стол. Куда я попала? Казино! Офигеть! Какой зал обалденный! Вот это да! Что тут интересно? Кто тут крутился? Барабан или танцовщица? Это что-то с чем-то. Тут зал какой-то VIP был. Да, конечно, интересное решение с марлей для развешивания тут по всем этажам. Называется, придумали из того, что было. Что тут такое? То ли крыша протекает. Надо пройти, че крыша так сделали. Вот это да, друзья! Это просто невероятно! Смотрите, какой зал, какие лампы. Тут еще даже новогодняя елка осталась. Новый год отметили и все, после него закрылся. Да, но санаторий непонятно, будет восстановлен, не будет восстановлен. Всего за несколько месяцев весь пол вздулся. Все это представляет такое зрелище, как будто санаторий закрыт лет 10, наверное. Но в реале, Новый год он еще отмечал здесь. Вот такие вот штуки, какие-то бабочки. Тут всякие лекции проходили. Старые компьютеры здесь. Гостиница Пущино находится в самом центре одноименного Новокограда. Именно с нее для гостей начинается путешествие в городе. Идея строительства гостиничного комплекса появилась еще в конце 70-х годов. Уже в 80-м она была построена окончательно. Здесь должны были размещаться ученые, приезжающие на различные научные мероприятия. Планы, конечно, были грандиозные. Гостиница себя включала. Ресторан, магазины, банкетный зал, кинозал, бар, бильярд, бассейн, парикмахерская, массажный кабинет и, конечно, свой автопарк. Это еще не весь список того, что находилось в санатории. Неплохо, да, вообще? Гостиница закрылась еще летом 21-го года из-за многомиллионных долгов за коммуналку и налоги. Отопление достаточно быстро отключили, и пансионат за какой-то совершенно короткий период превратился в ужасающее зрелище. С плесенью, с протечками и вздутыми полами. И пока пансионат безуспешно пытались продать аж за 1 миллион долларов, его начали растаскивать все, кому не лень. За несколько месяцев, по самым скромным расчетам, вандалы испортили и украли имущество на несколько миллионов рублей. Жалко, конечно, то, что сейчас с трудом можно восстановить картину прошлого, лишь местами угадываются старые панорамы. Ну а вот создать историю и погрузиться в нее с головой можно в игре War Thunder. Это бесплатный онлайн-экшен, в котором ты можешь принять участие в сражениях разных эпох. Тебе будут доступны культовые самолеты F-16, МиГ-29 и Торнадо. Каждый самолет воссоздан до мельчайших деталей, и на них можно прочувствовать мощь знаменитых истребителей четвертого поколения. War Thunder — топовая графика, продвинутая физика и реалистичный звук. Испытай новую воздушную и наземную технику на локации, вдохновленной пейзажами Казахстана. Уничтожай укрепление противника на танке. Прикрывай наземные войска в вертолете или завоюй господство в небе на самолете. Бесплатно качай War Thunder по ссылке в описании. По ней же все новые игроки и те, кто не заходил в War Thunder полгода и больше, получат внимание. Полмиллиона серебра, неделю аренды легендарных немецких танков, три премиум-машины в подарок навсегда. Бустеры на прокачку, неделю премиум-аккаунта и другие бонусы. Но нужно поспешить забрать все это, так как сезон немецких подарков скоро закончится. Ссылка в описании. Я просто не перестаю удивляться. Тут бильярдный стол есть. Я не знаю, мне кажется, можно ходить целый день. Постоянно по каким-то новым комнатам. Здесь вот бар, судя по всему. Слушай, ну как тебе место? Чудесно. Как будто в гости приехали к кому-то. Да-да-да. Причем обратить внимание, тут без какой-то евро-ремонта, без всего. Вот застылся в Советском Союзе, так все и осталось. О, другое дело. Ну-ка, что там по срокам годности? Что? Мини-бар. Все выпили до нас. Офигеть. Чуд. Вообще, все на месте. Как такое возможно? Да, конечно, невероятно. Как будто оказывается, что в каком-то музее. Чуть ли не красный дуб. Прогулочная зона. Где можно погулять, посмотреть, почитать книжку. Шикарно. Опа, каминчик. Угли есть, шампуры есть. Вообще, тяга есть. Слушайте, да тут вообще можно жить. Вот это да. Блин, друзья, вы просто не представляете масштаб заброшенности. В общем, здесь было что-то вроде склада. Здесь уже, конечно, вспучился. Пол охренеть. При том, что санаторий, чтобы вы понимали, работал полгода назад. То есть, еще в Новый год здесь были постояльцы. Такого трэша, конечно, не было. Хотя, возможно, уже к этому все шло. Тут документации. Чего только нет. Тонны дел за все годы. 2005, 2006, 2004 годы. Различные дела. Карточки людей. Я думал, это кто-то прикольнулся. Нет, это просто к Деду Морозу разобрали. Нормальные, кстати, лыжи. В парках хуже дают. Вот тоже, кстати. У меня на даче такая же стоит. Вообще, здесь очень много оборудования, где готовили пищу, выпекали. Вот какие-то, видимо, для того, чтобы перемешивать тесто. Ну, конечно, все пилит на металл. Все это в скором времени, я думаю, уйдет. Вот разделочная доска, нож даже остался. Видимо, холодильник был. Формочки для приготовления пищи. Ну, а это лифт. Включается, здесь готовили пищу и отправляли по лифту вниз, уже на первом этаже, в столовую. А здесь, судя по всему, были холодильные установки, мойки, мойка яйца. Целая мойка была для яиц. Здесь был, видимо, один большой холодильник, где все хранилось. Блин, если честно, я в кухне вообще не разбираюсь. Комментировать мне что-либо сложно. Но предположу, что здесь была какая-то, опять же, мешалка, скорее всего, для теста. Очень знакомая, кстати, вещь. В пионерских лагерях часто была, скорее всего... А, точно! По-моему, это устройство для очистки кукурузы. Вот это да! На крыше теплица! Вот я просто знаю, что теплица на крышах – это очень дорогое удовольствие. Содержать любую теплицу на крыше – это, ну, непомерно дорого. Потому что завозная земля не соприкасается с настоящей, и поэтому у нее нет достаточной влажности, достаточного, я даже, не знаю, достаточного питания нет. Потому что если привозная земля хоть немного соприкасается с настоящей, то намного проще там растение выживает. Меньше надо полива, меньше удобрений нужно. Ну, а когда на крыше делается вот такой вот полисадник, его постоянно нужно опрыскивать, постоянно нужно менять землю, постоянно сыпать удобрения. В общем, это очень дорогостоящая вещь, и в санаториях я такого почти что не видел никогда. То есть это могут себе позволить только такие уже обеспеченные дома отдыха. Ну, значит, все-таки в санатории были деньги на это. Смотрите, тут еще при этом ни одна, ни две, ни три цеплицы тут множество. Вся крыша ее застроена. Вот что бывает, конечно, если не поливаешь даже неделю. Все высыхает, и все превращается вот в такой вот жуткий полисадник. Потому что в растении нет воды, нет достаточно, не знаю, какого-то питания, и все вот так вот умирает, вырождается. Вот специальное освещение, чтобы все-таки растениям было достаточно света. Вот тут всякие различные установки. Видимо, резервуары шель с водой были с удобрениями. Лампы огромные. Для того, чтобы можно было клубнику выращивать круглый год. Ох ты, тут даже химикаты есть какие-то. В общем говоря, тоже тут для того, чтобы растения постоянно жили, нужно было много всяких химикатов. Что такое интересно в банке? Лук, что ли, какой-то замаринованный? Лук, что ли, какой-то замаринованный? Пансионат пережил все времена и каким-то чудом сохранился, ну вот, как видите, в первозданном виде. И не был испорчен евроремонтом. Тут прям музей Советского Союза. Все в такой атмосфере, еще ламповый. Но не всем советский интерьер же нравился так сильно. Прямо скажем, пансионат не выдерживал конкуренции с другими гостиницами. Были высокие цены на проживание, проблемы с отоплением и коммуникациями. Конечно, люди сюда не рвались и в очереди не выстраивались. Бывало, что пансионат долгое время простаивал, но заполняемость кое-какая, но все-таки была. Номера тут типичные, во все номера я не вижу смысла совершенно заходить, потому что тут либо три кровати, либо четыре кровати, либо одна кровать и душ. То есть тут все стандартно. Итак, заходим в парикмахерскую. И здесь делали не только стрижки, но и был отдельный косметологический кабинет. Здесь и ногти можно было сделать, и кожу подлечить, и спину размять, и вообще, наконец-таки привести себя в порядок. Это яркий признак того, что пансионат шел в ногу со временем. Видно то, что кресло новое, ну и в целом тут как бы обновляли все. По таким, конечно, местам ходить не по себе, потому что тут прям запах людей, запах готовки еще остался прям в стенах. Поэтому такие места, вот, мне кажется, наиболее страшные из всех заброшенных. И вот здесь находится целая комната вот таких вот лечебных ванн. Сюда забирался человек, и с помощью шланга закачивалась там соленая вода, с какими-то минералами, с витаминами. В общем говоря, все было по красоте. И причем, видите, она отделялась стенкой. Скорее всего, с этой, да, с этой стороны тоже есть ванна, где принимались различные процедуры. Продолжение следует... Заброшен на глуши, Между без души, Умерший рояль Играет дорами Они сожгли мосты Здесь море пустоты И мы теперь плывем В нем совсем одни Вообще проблема советского наследия всегда была одной из самых сложных. Нет какого-то единого рецепта, что делать с морально устаревшими зданиями. Ремонтировать и восстанавливать всегда дороже, чем построить заново. Тем более старое здание, которое изрядно пострадало от пожара и от вандалов. Посмотрим, что будет дальше. Время покажет, как говорится. Я буду следить за судьбой этого санатория И публиковать новости в своем телеграм-канале. Ну и, конечно, там есть эксклюзивные кадры со съемок. Ваши любимые смешные вырезанные кадры. Ну и фотоотчеты с поездок. И не забывай про подарки для новых игроков. И для тех, кто не заходил в War Thunder полгода и больше. Ссылка в описании. Ну и если вам понравилось видео, то подписывайтесь на нас на Boosty. Там есть подписка от 50 рублей. Там и публикуем различный эксклюзивный контент. Ну и кнопка с пользователями, если вы из-за границы. Засылай донат в пользу канала, ведь нам предстоит еще увидеть много интересного. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok